Ну а мы возвращаемся в Москву. Дело в том, что правительство столицы неожиданно лишилось гостиницы «Метрополь». Как выяснила газета РБК «Дейли», доля города неожиданно оказалась в руках топ-менеджера в компании «СП Метрополь», которая арендует здание одноименного отеля в театральном проезде и управляет им. Столичные чиновники хотели включить гостиницу в план приватизации на ближайший год, но выяснилось, что продавать-то нечего, поскольку 30 совместных предприятий «Метрополь» уже не принадлежит городу. В правительстве Москвы, как водится, недоумевают, и один источник газеты говорит, что долю города размыли без ведомой власти, другой, наоборот, говорит, что информация не верна, и город не давал вообще никакого одобрения на сделку по продаже акций. Это уже не первый случай, когда имущество города вдруг становится частным перед самопродажей Банка Москвы и Банку ВТБ. Также выяснилось, что вместо контрольного пакета акций Москве принадлежит только 46%, а все остальное отошло топ-менеджерам. Почему нельзя противостоять такому легальному отъему имущества, что позволяет это делать? Мы обсудим с нашим гостем, независимым директором Сергеем Скатерщиковым в нашей студии. Сегодня, Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Как действительно такое вышло? Кому все-таки принадлежит гостиница «Метрополь»? Как можно, в конце концов, памятник искусства с рубежскими мозаиками, наверняка имеющие и федеральное культурное значение, вот так вот запросто раз? Ну, смотрите, здесь есть хорошая новость и плохая. Хорошая новость, она все-таки стоит в том, что то, что потерялось или пропало, или куда-то делось, это управляющая компания, вот эта вот СП, Метрополь, ООО, как она там называется. Там действительно было 30% у правительства Москвы. Я так понимаю, сейчас чиновники изучают, куда же они делись и как они испарились. И мы сейчас на эту тему поговорим, как это вообще возможно. И хорошая новость стоит в том, что сам дом, то есть то, что является основной стоимостью, он еще цел. И он еще не про... Нашему стоит переживать за него, скорее всего, он сохранится. И он находится на балансе города Москвы еще, кажется, судя по всему, хотя ни в чем нельзя быть 100% уверенным. Особенно после таких сведений. Да, поэтому, как я понимаю, все-таки хорошая новость стоит в том, что приватизация гостиницы «Метрополь» будет происходить, и основные деньги, которые бюджет должен был получить за, собственно, дом, он эти деньги получит. За управляющую компанию, которая, в принципе, управляла гостиницей «Метрополь» плохо, то есть вообще из рук вон никак там, да, за нее денег все равно, особенно, кажется, получить было бы нельзя. И, конечно, «Метрополь» надо нанять профессиональную управляющую компанию, когда дом будет приватизирован, очевидно, новые счастливые собственники позовут какую-нибудь большую, сильную управляющую компанию. Для правительства Москвы не все потеряно, они могут просто прогнать вот это СП и нанять, я не знаю, Редисон, Кемпинский, кого угодно. Я подозреваю, что в этом и был смысл, честно говоря, и я думаю, что это просто идея, наверное, была правильная, а то, что вот так вот неожиданно пропадают, как-то рассасываются доли в управляющих компаниях, это, конечно, не дело. Сейчас на эту тему два слова все-таки скажем, потому что тут действительно параллель с Банком Москвы некоторая напрашивается. Но все-таки это не тот случай, что у нас из-под носа, значит, унесли огромный дом, и он кому-то теперь принадлежит. То есть, кажется, опять же, хочется верить, что это так, посмотрим, но у меня нет пока оснований полагать, что это иначе. Этот дом все-таки находится на балансе правительства Москвы, он включен-таки в план приватизации, предполагается его продать. Надеюсь, он будет продан по оптимальной рыночной цене. И новые счастливые обладатели этой гостиницы, заплатив серьезные большие деньги, не смогут себе позволить нанимать какие-то, значит, непонятные СП для управления гостиниц такого класса, и позовут действительно профессионального оператора для этой работы. А что касается вопроса того, как пропадают 30% доли города, неважно даже в чем, даже если это была, может быть, не самая ценная на свете компания, то это, к сожалению, и такая же история действительно с Банком Москвы, это порождение, ну, достаточно тоталитарной системы власти, которая у нас есть в стране. Потому что, в принципе, как в публичных компаниях, так и в государстве существуют так называемые checks and balances, балансы и противовесы, разные ветви власти, которые позволяют обеспечивать контроль за разными вопросами, в том числе за активами. Если там в публичных компаниях есть менеджмент, а есть директоров, то, казалось бы, в государственной власти есть исполнительная власть и законодательная. И если исполнительная власть и законодательная как-то все срослись, перемешались, и уже давно даже мэрия у нас, как-то кажется, не очень избирается, то в этом плане понятно, что у нас существует отсутствие каких-либо балансов и противовесов для контроля за тем, что происходит в хозяйстве государства. И даже, может быть, при самых... Подождите, подождите, московское правительство, мне кажется, достаточно хорошо, когда этого хочется, следить за тем, что происходит в хозяйстве московского правительства. Всегда умеет из этого извлекать выгоду. Вот, ну, такое впечатление создавалось до сих пор. Можно ли предположить, что, может быть, при смене собственника города Москва, при смене власти в Москве, да, произошли какие-то вот... Это, конечно, да. ...перераспределения, что-то не уследили там. В разные дырки утепли, разные вещи. Нет, нет, конечно, но я не думаю, что это как раз случай вот этой управляющей компании, потому что там нечего было утекать вот в этом конкретном случае. Но это и есть момент, когда возникает, когда дают трещины системам внутреннего контроля. Это момент смены власти. То есть, может быть, мы еще узнаем несколько подобных историй. Ой, я не сомневаюсь, я думаю, что их очень много, мы их просто не знаем. И они еще будут происходить в некоторых других больших городах нашей страны при смене власти, которая там намечается. Ну, просто хочется просто представить себе, как дальше будет действовать правительство Москвы. И, например, мне очень памятен яркий случай, как правительство Москвы изгоняло господина Алешина со стадиона Лужники. Да. Были очевидны некоторые нарушения в деятельности товарища Алешина. За эти нарушения он получил большую сумму, несколько миллионов долларов, евро, несколько миллионов евро. Не миллиардов, но миллионов, а не какое-либо взыскание или преследование. И отошел в сторону спокойно. То есть, вот тот метод, когда кто-то там что-то нарушит, за это он получает деньги и отходит в сторону, вот, может быть, не так кажется, но он какой-то неправовой. Ну, у нас же все-таки достаточно понятийно управляет страна, если мы не в курсе, да, то она... Да, да, и понятийность, кажется, состоит в том, что мы же, типа, не отнимаем собственность ни у кого, то есть мы ее выкупаем за деньги. А то, и, в принципе, люди должны сотрудничать с властями. Если они сотрудничают с властями, они имеют право получить некоторые деньги и уйти, значит, по добру, по здоровому в сторону. Если этот принцип распространялся на всех, без исключения, наверное, это было бы позитивно. То есть, это можно назвать... Ну, и нет, это невозможно представить. Это такой вот амнистии всего того, что произошло до Собяния. Ну, просто это не имеет никакого отношения к законодательной жизни, правда ведь, да? То есть, это имеет отношение к тому, кто сегодня в лавке хозяин. Как только в лавке меняется хозяин, то, значит, тот, кто служил старому хозяину по определенным понятиям, должен все вернуть обратно в лавку, и тогда его могут отпустить. Вот это примерно так выглядит. Но к правовому государству современной экономической жизни не имеет ни малейшего отношения. Спасибо, Сергей. Сергей Скайтерчиков был с нами в студии. Он нас утешил и сказал, что если незаметно что-то куда-то утекло, то не нужно беспокоиться. Найдутся способы как-то это вернуть на место.